здравствуйте друзья мы с вами в небольшом городке на тихоокеанском побережье калифорнии называется он pacific grove и вот конкретно это место где мы находимся это так называемый lovers point как бы такое место влюбленных там впереди небольшой парк если вы видите вот там скала такая уходит вперед там люди а здесь вот пляж и довольно симпатичная такая океанская водичка и мы с вами сейчас вот можем пойти туда вдоль берега и там будет красиво и не только океан красивый но и дома которые по правую руку тоже очень симпатичные викторианские такие застройки знаете конца девятнадцатого века начала 20 вот так немножко другая перспектива я надеюсь вам нравится и вот камни такие смотрите как все это дикая можно сказать природа у нас сегодня будет много дикой природы с вами там если вы видите детишки в воде маленькие они вообще в ледяной воде совершенно спокойно бегают а те что постарше в костюмах для серфинга это очень принято здесь как вам местная недвижимость тут очень многие вот эти старинные домики используются сейчас как маленькие гостинички мы идем вот по этой тропе есть тут часть это просто дорожка а вторая часть это велосипедная дорожка тут много велосипедистов изрезанная такая полоса береговая и поэтому каждый там 20 30 50 100 метров меняется очень сильно то что вы видите обратите внимание друзья на окраску вот этой растительности очаровательной океан красив друзья можно сколько хочешь смотреть как бьются волны и вон там вдали видите прям как у лермонтова белеет парус одинокий лепота лепота друзья солнышко светит легкий легкий такой прохладный ветерок вот не жарко не холодно а а вот самое оно немножко так подпакивает запах водорослей есть птицы не знаю вам видно нет там на скале вот этой вот из воды торчит там птицы вот чтоб я сказал какие не разбираюсь то ли утки то ли еще чё скамеечки специально так ведь это для созерцателей они правда еще бутерброд кушают но тоже неплохо бутерброд так панорамно давайте я вам покажу вот водичка а вот улица идет это наш гость со светланой улица люди ходят гуляют это место такое популярное на самом деле здесь много туристов и сегодня праздничный день сегодня коламбус дэй понедельник но мало кто работает поэтому так туристов много вот тут где мы с вами ходим был китайский поселок такой рыболовецкий где-то вот человек сто сто десять тут жила в тысяча восемьсот восьмидесятом году была перепись было чуть больше ста человек потом 1906 году когда было там землетрясение там еще что-то было я не знаю разрушила их всех рассыпало развалило и с тех пор этого чайна тауна здесь нет а есть вот красота такая вот там впереди если вы видите крышу черепичную это лаборатория стэнфордского университета там у них какие-то морские дела туда вынесены давайте поближе подойдем в объем как бы нам не набрызгало тут на камеру хорошо прямо знаете вот с каждым вдохом вот помимо просто воздуха чем-то тело насыщается какой-то такой энергией океана солнышко вот этих растений удивительно посмотрите да прям какая космический сюр какой-то прям сколько раз тут бывал вот каждый раз заново восхищаюсь гость смотри дима смотри вот наш гость фотографирует отправляет жене жена в беларуси сидит в минске какая-то связь есть женой обратно говорит что-то но так она что-то говорит она говорит нифига себе или ведь почему я не с вами я думаю что она просто планирует поездку потому что мы все равно скоро будем здесь вот и по крайней мере теперь поближе знаем вот побережье тихого океана потому что мы видели там лишь краем глаза один раз санта-барбара но тоже неплохо видели я санта-барбара там приятно ну там приятно но там нету вот вот этого рельефа ну да там там пляж песочек да ну что же друзья а у нас еще и рельеф продолжаем движение продолжаем наблюдать там вот видно любопытные туристы ведь они прям туда совсем уже к воде пробираются а мы так издалека понаблюдаем мы идем против солнышка поэтому когда тень есть вот как сейчас от деревьев это хорошее такое время можно зайти в эту тень и поснимать во всех направлениях смотрите как такой как бы естественный тент такая палатка природная ну-ка давайте посмотрим вот она вот так образованы этими растениями давайте пойдем к обрыву ну что друзья вот с этой точке мы будем запускать дрон но мы будем снимать как запускается дрон запускать его будет дмитрий который из минска тут путешествует вот вот эта коробочка да и весь вот прям весь дрон в одной коробочке более того дополнительные аккумуляторы зарядные все все там помещается хоть модель какая давайте глянем мавик air это не топовая модель сейчас как еще мавик air мавик компания только одна которая выпускает дроны диджай все остальное это поделки баловство да это это несерьезно вот у меня есть американская регистрация белорусская регистрация на него даже права есть да вы чё то есть посерьезного ну как бы у нас надо сдавать на права ну там некоторые тесты надо проходить и быть в курсе что вот как бы удостоверение друзья не просто так а то сейчас запустите дрон его тут же собьют сбить собьют но так пульт управления правовом поле так там у вас какая-то как это разъемчик да для телефона все очень компактно все складывается все собрать у меня до этого был французский парад ну парад парад компания есть такая намного чего выпускает всякой техники вот он вроде удобный он классный но настолько не компактность что можно было его провозить только разве что там в автомобиле прям телефон сюда чтобы наблюдать что он там снимает с ума сойти так слушайте действительно прикольненько очень прикольненько давайте сниму лейблочку на нем как он там называется так это камера у него своя так ну вот давайте сейчас вот так покажу всем все все мы все мои данные адрес регистрация вот диджей компания называется диджей ай да и мавик эйр данная мавик эйр я понял вот они это не нужно было я понял это если кто найдет дрон чтобы было куда вернуть так а я не знаю что там было за данные там что-то такое про вас ну там регистрация я могу вырезать это все нормально так пусть люди знают а чего там чего вы там выбирает я программу включает если просто посмотрю нужна ли калибровка да друзья как интересно то бывает так уже видно видно что камера показывает я понял но хорошо значит он быть он летает минут 20 нам было сказано раньше и он поднимается чуть чуть ли не на пол километра она вот так вот со стабилизатора исключительно исключительно давайте на лавочку сейчас мы поставим так главное чтобы не повредить никого из присутствующих так вроде мал золотник а дорог друзья в этом пошукайте там погуглите почем такая вещь нынче продается даешь не знаю как в беларуси но вот в америке может мне нравится он маленький такой я вот боюсь как бы ветром может не унесло или чего но сейчас посмотрим говорят что дмитрий говорится он до пол километра улетает я видел кое-чего из снятого дмитрием раньше очень очень впечатляет понеслось 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 меня снимает пожалуйста но вы не видите там я надеюсь что нам как-то перепадет снятая так он можно можно скидывать с телефона на телефон по идее он пишет там у него есть hard drive а вообще-то можно прямо нас на cell phone который у дмитрия может быть туда пишется вот он полетел и ну так его уже и не видно совсем на самом деле такая мыси пусечка типа маленькой птички это вот то что он вам показывает да да вот где-то там мы я думаю что мы сейчас вот пролетим вы можете крутить камеру да я как как угодно могу на нем летать значит он еще раз файлы можно писать 4к можно 1080 и файлы сохраняться у вас на сэлфоне или или где вообще у него свой у него есть свой hard drive у него есть своя флешка вот так вот я щас буду пролетать да еще это вот заснять да да он тут башнил по шпионски летает я я не показываю вам друзья сам самого устройства она очень маленькая вот он там этот не знаю вам видно не видно мамасенькая штучка такая совсем а камера приличная смотри у него там не не пол не попало камеры камеры очень хорошие есть такие что на них цепляется гоупро там например или что-то вроде да но они еще совершенно не популярны потому что камера у дронов диджай она действительно очень качественная вы мне объясните вы сейчас наезжаете оптически или физически я физически летаю то есть камеры там не не ходит фокус у нее нет но так как он летает совершенно свободно во все стороны то можно собственно играть любым ракурсом друзья если вы хотите чтобы у нас на канале такой летал я могу себе позволить приобрести вопрос только в том это получше такой видовой тогда сюжет без без разговоров о лотерее green card или там скажем о смысле жизни с другой стороны смысл жизни в том чтобы сидеть вот так на лавочке давайте я вам покажу как мы тут сидеть вот так вот на лавочке и да и запускать свои дроны а рядом дырки в земле от сусликов которые на непонятном многим языке называются гоферами да вот вот она счастье вот так сидишь вокруг вот растительность туристы ходят лепота друзья лепота пасифик гроув называется городок рядом находится монтерей рядом находится кармел рядом находится пэбл бич мы сейчас туда пойдем это место где проходит знаменитый 17-мильный такой драйв 17-майл драйв это очень такое туристическое место мы отсюда туда двинемся там очень красиво я знаете вспомнил анекдот такой был как петька прибегает к василий иванович айгать василий иванович белые опять пупырь запускают и василий вас говорит сколько же тебя распеть как говорить не пупырь а дирижбандель вот у нас тут запускают такой дирижбандель посадка дрона осуществляется прямо на скамеечку чтобы он никого тут не обидел теперь складываются крылышки и можно идти дальше я сейчас фотки видео скопируем так как вы это делаете вот обводки прямо на сэлфоне и видео на сэлфоне то есть они не харддрайве самого устройства они на карте на карте есть карта да я сейчас скину ну надо подождать вы скидываете от сейчас откуда куда с этого дрона на мобильный телефон все вот такие домики здесь в пасифик гроув прямо возле набережной это все очень старые постройки застройки вы видите вот это частные домики они маленькие а вот этот справа это уже более современный много квартирный тут надо полагать гостиничка какая-то может быть просто такой кондоминиум а вот это наверное из старенького но перестроенного это перестроено а может быть заново выстроенная трудно сказать когда недвижимость стоит на берегу вот так называется оушен фронт да то она довольно дорого стоит и земля очень дорого стоит поэтому есть смысл уже вкладывать хорошие деньги в перестройку в ремонт дорогой и так далее ведь она потихонечку приводится очень хорошее состояние вот как этот дом например а так вот раньше стояли такие задрипанные хибарки такие же как то что вот мы видим там вторым третьим уровнем в которой еще денежки никто не положил он там сзади какой-то серенький смотрите какой симпатичный он не маленький большой ну такой под старину если пройтись по кварталам которые здесь то там буквально на квартал на 2 в глубину вы просто друзья будете потрясены тем какие тут стоят домики да а конечно это вот линия вдоль дороги здесь много такого коммерческого вот как мы видим сейчас впереди ну удастся снимем не удастся нет может быть я давайте отойду чуть-чуть вот сюда чтобы вам показать как выглядит покрашена хорошо он тут впереди синенький смотрите с желтеньким очень симпатично свет воды замечательный солнце зелень зеленая и вот к сожалению вы не чувствуете но ветерок ветерок совершенно очаровательный ну давайте я покажу вам пару домиков там светлана как раз рассуждает про обшар обшарпанность и за трапезность вот это тут же рядом буквально вот тут же там гараж обшарпанный за трапезный тут жилье обшарпаны за трапезная такой старенькая но все очень-очень старенькая на многих домах таблички с годом строительства вот буквально мы от океана отошли там не знаю 50 70 80 100 метров и вот вот уже вот так за трапезненько да такая жизнь 1909 год вот дом с флагом на нем написано 1909 год а что вы хотели от 1909 года вы думали что тут в это время строили вот так и строили а это уже к хэллоуину видите на заборе у людей такие чучела ну вот такой домик вы себе представить не можете сколько это стоит вот это все на снос и сколько оно стоит ну земля стоит сама она по себе конечно ничего такого не стоит земля вот в таком месте вы видите место вот тоже самое соседний квартал такие же крошечные лачушки построенные сто с лишним лет назад и тут же на углу вы видите значки таки это значит скоро выборы выборы через месяц уже меньше месяца осталось вот этого в мэры там скажем до ограничению способностью людей сдавать свою недвижимость на краткосрочный в краткосрочный рент в аренду люди которые все время живут они не любят когда соседи сдают на там три дня пять дней ты какая тачка впереди вот и они говорят ограничить так чтобы меньше месяца не сдавать такого плана и друзья нас с вами приветствовали специально для вас я им под козырек взял они увидев это дело козырнули вам тоже так вот пожалуйста это pacific grove я вас очень приглашаю в этот городок до тех пор пока мы не купили дачу в санта-круз а санта-круз отсюда минут 40 езды пока мы дачи не купили у нас тут был так называемый таймшер то есть мы могли неделю в году приезжать тут такой хороший дом очень удобный просторный три квартала от воды вот мы там обычно в декабре квартировали и ходили за грибами здесь в декабре начинаются дожди и белые хорошо шли но не каждый год год на год не приходился но шли хорошо белые вот мы собирали грибы сейчас как-то мы перестали вот пожалуйста а это уже настоящий как бы оушен фронт но вот такое вот обшарпанное тем не менее прямо стоит вот и смотрит своими страшными окнами на океан вот вы видите большой такой более-менее прилично отделанный дом а за ним вот там большой но обшарпанный а здесь какой-то совсем уж никакой такой дранкой отделан покрашен надо сказать что когда ты что называется фейсом к океану вот так это еще влажность большая и эти дома здоровы подгнивать так уж между нами то то есть надо уметь правильно строить что в таком месте стояла и не портилась это не непростое дело очень непростое символом эмблемой города пасипик гроу является бабочка монарх здесь у них ну как правильно назвать не знаю гнездовьем не назовешь но здесь у них как бы процесс происходит размножение они гроздьями такими висят колоссальными на деревьях и там как-то значит размножаются очень это очень красиво тут есть места где можно наблюдать за ними там даются такие телескопы и прям видно очень хорошо вот символ города пасифик гроу в дополнение к картинке что такое пасифик гроу это улица какая можно сказать главное почти в этом городе называется она light house этот смотрите как красиво тут на ней все ресторанчики заведения там банки кинотеатры так далее смотрите как раскрашено все это все это довольно старинненькая такое давненькая а мы со светланой решили зайти в кафешок а посмотреть викторианский уголок ресторан такой викторианский уголок так раскрасили очаровать на противоположной стороне такая более фундаментальная постройка видите там внизу магазинчиков пару банк этих county банк какие смешные бабочки вы видите о них повесили на ветке это бабочки монарх символ города а вон там уже океан ведь как улица light house идет параллельно океану буквально в трех кварталах и